Вы готовы? Чудеса, да и только торжественный момент. Ну что это такое? Всем привет! Мы давно не готовили очень быстрых рецептов. Давайте же это исправим. Первый рецепт у нас будет всего лишь, да, из яблока, яйца и сметаны. Вы вообще могли себе такое представить? Яблоко нарежем, вычистим сердцевину. Можно и с йогуртом, можно и со сметаной. Текстуры-то одна и та же. Просто йогурт чуть послаще, а сметана будет чуть менее сладкой. Стивинки вырезали. Кожицу счищаем. Я не знаю, вот нормальные люди, они как бы делают это на готовом яблоке, а у меня никогда на готовом не получается. Поэтому я иду по сложному пути, но удобному для меня. Яблоки нарежем небольшими кусочками, потому что мы будем отправлять их в блендер, облегчим ему работу. Все это отправляем в блендер. Добавляем одно яйцо. И йогурт или сметану. И все это в блендере. Все. Текстура стала однородной. Разложим ее по формочкам. Десерт не будет сильно подниматься, поэтому можете класть практически доверху. Давай четыре сделаем. Все это выкладываем на противень. Управляем в духовку на 25 минут при 210 градусах. Пока наш яблочный десерт стоит в духовке, давайте приготовим еще один чизкейк в кружке. Все очень просто. Нам понадобится творожный сыр. Немного сметаны. Яйцо. Перемешаем все это. Добавляем крахмал. Валазий. Немного сахара или подсластителя. И ванилина. Все еще раз тщательно перемешиваем. Можно это сделать в общем и целом в блендере, но тогда появляется пенка. Я уже попробовала. И он становится не такой, как задумано. Все перемешали. И отправляем в кружку, в которой вы можете подогревать в микроволновке. Все равно мы это потом все вытащим из кружки. Все. Отправляем в микроволновку на 3 минуты. Ждем. Чизкейк готов. Мы отправляем его в кружку. И максимально аккуратно, что у меня не получается, мы переворачиваем. Вы готовы? Магия. Торжественный момент. Он перевернулся! Ну что это такое? Нам надо его вернуть вот в такое положение. И украсим сверху капелькой варенья. Готово! Давайте посмотрим, что у нас с яблочными друзьями. Яблочный десерт у нас тоже приготовился. Он очень зависит от того, насколько сладкое у вас яблоко. У нас оно было очень спелое, поэтому я ничего не добавляла. Но если вам покажется, что он недостаточно сладкий, добавьте к нему какое-нибудь варенье. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин